Мы собрались сегодня, чтобы поговорить о жанре графической реконструкции. Павел, Павел, сейчас, сейчас. Здесь должны были быть там несколько картинок с реконструкциями Аполлинария Васнецова. Да что вы, Аполлинария Васнецова что ли не видели, что я буду вам рассказывать. Во всех учебниках истории мы как бы предполагаем, что изо всех картинок Аполлинария Васнецова я выбрал вот эту, потому что она, по-моему, наиболее достоверная. Она называется «Метель», 1904 год. На ней особенно ничего не видно. Но вот это и есть историческая правда. Когда мы пытаемся представить себе Москву совершенно недавнего возраста, что такое 300 лет по европейским меркам, у них уже там полироидные фотографии уже в то время существовали, оказывается, что зрительный образ Москвы, старый, вот той, до Советской, до Пожарной, до Петровской, он у нас отпечатался как-то вот так, ну, уверенно. Только с начала 19 века, когда художник, это самый Фёдор Алексеев, нарисовал первые реалистические какие-то пейзажи. В 17 веке у нас не было реалистических художников, в 18 веке им было интереснее в Петербурге, и поэтому вот допожарная Москва, она уже запечатлена так, чтобы себе её не представить, а не домысливать, только в картинках начала 19 века. И поэтому жанр графической реконструкции, это, конечно, область такая околонаучной фантастики. В общем, кругом сплошная метель повсюду. Первым, кажется, начал фантазировать, как это всё на самом деле выглядело. Вознецов. Тут такая вещь оказалась, как сейчас вот если что-нибудь там моя улица раскопала, надо сигнализировать, заводить в департамент наследия. Если ты что-то увидел, Вознецов шёл как-то по улице, и он был первый, кто увидел Белый город. На Кремлёвской набережной случайно откопали в приземельных работах фундаменты всех связских, кажется, тех самых водяных ворот Белого города, и наблюдал их и подал сигнал о пленаре Вознецов. После этого он увлёкся и начал рисовать картинки вот эти для учебников истории. У него очень интересно было бы как бы сейчас внести какие-то правки, потому что когда рассматриваешь его картинки, прям видно, как он над ними работал, что он там думал. Можно даже догадаться, какими он пользовался источниками в том или ином случае, и какие-то, не знаю, фотошопом взять и внести правочки, с каждым у него Кремлёвская стена везде на всех его картинках нарисована с вот этими такими, как они правильно называются, косые такие навесные бойницы. А мы теперь знаем, да, потому что он срисовывал так же одного из старых планов, на самом деле этого не было и так далее. Это классическая картина его с Красной площадью, где нарисован пушечный раскат, а сзади строящийся Василий Блаженный, да, там тоже. Теперь понятно, что раскат появился позже и так далее, и так далее. Но на картинке метиль всё абсолютно достоверно. Когда пытаешься вот что-нибудь начать рисовать, возникает большой соблазн на личнички там такие красивые что-нибудь, то есть подарить стране ещё один памятник 17 века очень хочется. Но чем больше мы фантазируем, тем больше мы врём, разумеется. Поэтому я, конечно, хотел бы все вот эти представленные внизу картинки нарисовать какой-то широкой кистью, но у меня пока не получается. Я, значит, соблазна не избежал. Поэтому рисуя эти картинки, скорее, речь идёт о том, чтобы представить себе на самом деле какой-то образ, если речь идёт про архитектуру, то плотность, скорее, тогдашней застройки. Была ли Москва такой, как на картинках Кудрявцева, где петушки, гребешки, Третий Рим, и вот всё бьёт через край, или как на картинках Рябова, где стоят какие-то великолепные храмы, а вокруг них огороды и заборы, похотившиеся, и лужа. Конечно, штука, видимо, в том, что Москва была тогда слишком разной. Что Кудрявцев, когда он рисует Никитскую улицу и Кадаши, у него всё одинаково великолепно, и там крыши сияют золочёными подзорами. А на самом деле Москва была настолько огромна и сложно устроена, если несколько каких-то Ярославлей свалить в одну кучу, вот получится Москва XVII века. Как и сейчас, и тогда. Это город, который на самом деле, как несколько каких-то срожшихся, слипшихся городов, значит, у них там своя свистулька, свой городской фольклор, свои какие-то архитектурные школы. Слишком мало сохранилось, чтобы об этом серьёзно говорить, но можно по косвенным данным догадаться, что надо говорить не о разнице там между архитектурными какими-то, скажем, школами Москвы и Ярославля в XVII веке, а между Никитской и Кадашами, это тоже два разных города и два каких-то стиля, свои мастера и так далее. Осталось настолько до смешного мало, что если мы попросим следующую плёночку, насколько я помню. Благодарю вас. Павел, Павел, вы с нами. А вот это собачка что ли там идёт или что? Вот непонятно, клякся какая. Кто-то там как будто ползёт. Как вы проползаете? А вот здесь вот метелью крышу снесло. Да, что это план середины XIX века. На нём ещё одна драма Москвы, что последние 300 лет, которые прошли с тех, со славных времён, царя Гороха, о которых мы говорим, город как бы, как сказал коллега Кирилл Ас, уменьшается количество смыслов. Всё это началось со строительства арсенала Петрова Великима, который раскатал здесь большой квартал. На этом месте находилось много разных владений, несколько церквей, ряд каких-то богатых палат, усадеб. И вместо этого получилась одна единица хранения, арсенал. Он квадратный, и он лишён силуэта. Он с плоской крышей. Если подумать, то вот стоящий сейчас здесь дворец съездов, это просто его зеркальное отражение. Тоже одна штука, и она квадратная. Вот, а как бы придумал это Пётр. И зарядье, вы посмотрите, на плане Китай-города видно, что оно наиболее плотное, насыщенное. И можно теперь только фантазировать, как было там интересно лазить по этим углам, если бы... На этом месте у нас была одна гостиница, тоже квадратная. Теперь у нас там один парк. И мы вот с Митникой вчера там стояли на Варварке и смотрели там такое вот снежное поле. И по нему такие выходные дни толпы людей туда-сюда идут. Он говорит, представляешь, а вот если бы мы были иностранные туристы, мы бы спросили, а что там происходит? Ну, это люди пришли в парк. Там такая снежная пустыня. А где же там эти карусели? Ну, там всё под землёй. Там есть ресторан. А что у вас в Москве только там есть ресторан? Зачем они все в него идут? Ну, там можно сфотографироваться на фоне Кремля. Ну, и так далее. Вот. А как бы... И когда, вот, кстати говоря, про зарядье появилось, да продлят это самые годы и всё такое, вот когда Владимир Владимирович сказал, что пусть у нас здесь будет парк, а до этого все такие ходили и шепотом говорили, блин, вот бы там парк, да, вот Лужков, Терпыр. И вдруг выходит, тогда даже не президент, а как там это премьер, он говорит, а давайте будет парк. И все такие, блин, он подслушивал нас как будто. Вот. Конечно, давайте парк. Но потом стала мысль, а чем этот парк насытить? И вот коллега Кирилла написал как раз статью о том, что нельзя сокращать количество единиц смысла. Я не знаю, если это парк, то пусть там будет 128 разных каруселей, но мы как-то должны, да, вот к этому тянуться, так вот, Москва не должна быть простой, скажем так. Вот. И про вот это упрощение, красненькие точечки, это тот, что построено... Да, ещё замечание на тему того, что в Москве слово «древний», оно такое, да, всё время говорят, «древняя Москва». В Европе не поймут, когда про XVII век говорят, там, как «энфинт». У них другой энфинт, а у нас вот такой. То есть новое время, ну так принято считать, что оно наступило вот ровно с началом XVIII века. На самом деле в XVII веке уже очень много черт уже за Европой тянулись, и воздух был другой совершенно. Но по большому счёту в Москве вот та вот прежняя, допетровская древняя эпоха закончилась в 1703 году, когда был основан Петербург, когда отсюда уехали все строители, здесь закончилась вся активность. Пётр очень мощно вкладывался в Москву. Поначалу пытался её под себя переделать. Сухарева башня и миллион таких, да, вот совершенно каких-то имперских идей. Видно, как он старался. Но вот потом плюнул и сказал, я лучше буду жить в болоте, чем с вами, значит, уродами. И уехали все, только Меншиков, великолепный настоящий москвич, прямо до 1710 года продолжал строить свою Меншикову башню. Пока уже ему там назначили губернатором, только тогда он уехал. И после этого начинается вот такая вот тишина, новое время. Китай-город, вот простите, что у меня мысли скачут, такой день сегодня чудовищный, что это самое, чтобы представить, насколько Москва была разной, обычно, когда рисуют какую-то допетровскую Москву, то там палаты, а вокруг избушки, там огороды, да, известно, что город был такой, в отличие от Европы, где все дома уже стоят в улицу, здесь мы могли себе позволить вот такие вот просторы. А есть огромные районы, даже в центре, которые в это время еще полностью деревянные. У меня нет схемочки, но я пытался расставить вот те известные нам, как бы, каменные объекты 17 века, и видно, что они такими уравильниками сбегаются. Что даже на территории Белого города, а тем более Земляного, есть какие-то богатые районы, где прям домики каменные, каменные, а есть избы и избы. И это даже, надо, не связано с сословием, понятное дело, что вот там восток Белого города, или наоборот, запад напротив, те усадьбы, которые прямо окнами на Кремль смотрят, там все великолепно. Но вдруг опытом, вот в Кадашах, такая же концентрация каменных домов. А почему? А потому что привилегированная царево-слобода, что люди, дело не в доходах, а в том, что неважно, сколько у тебя денег, ты можешь на себя боярское пальто одеть вот по рангу только. И если они царевы люди, то у них пальто не боярское, а типа, как они себе это представляют, но они стараются. А есть, например, хамованная слобода, вот загадка пока что, это вот станция метро парк культуры, которая была, как пишутся, настолько же, в общем-то, привилегированная и богатая вторая ткацкая слобода после Кадашей, но там нет каменных палат. Или почему их нет, или, может быть, мы просто их еще не искали, как берестяные грамоты, которые в Москве появились, когда археологи стали их искать, разворачивать вот этот мусор и искать там буквки, а не было, так и не было. Может быть, в хамовниках еще что-то такое очень интересное появится. В Китай-городе вот эта картина, что посреди усадьбы стоят палаты, а вокруг избушки, похоже, что здесь было не так, что здесь настолько все было насыщено. Во-первых, самый первый такой документ, который я говорю сейчас только о каменной застройке. Это совершенно другой жанр, и это вот какой-то скелет, такая структура города, основные капитальные дома, избушки, они там все время горят, меняются, а вот это остается. И в Китай-городе самый первый документ, который нам позволяет прикинуть, насколько он уже был каменным, это опись 626 года, после смуты, только там более-менее отстроились, и опять мощный пожар. И переписано, и там указаны, опись идет, как бы дворы вдоль улиц, ширину улиц мерили, и там указаны каменные дома, которые стоят в улицу, а от палат, туда направо, значит, там вот столько-то. Это значит, что были еще и палаты, которые стояли не по улице, а в глубине двора, и их наверняка было больше, и что если это 626 год, то все эти дома выстроены до смуты, потому что потом, было не до этого, каменные дома только стали строить в 640-е годы. Значит, уже в 16 веке Китай-город был непрост. А к концу 17-го он обрастает, видимо, уже настолько, что не только в каждой усадьбе. Там были мелкие. Китай-город настолько пестрый, что здесь князья-бояре, а здесь двор нищего. Нищий может иметь свой двор, он не бомж, он просто, значит, там, может быть, получил справку по инвалидности, что он никто, но двор он свой имеет. И, ну, территориально, конечно, вот эти богатые усадьбы, их очень много, и там не только главный дом, главные дома, которые уже сначала строятся во дворах, потом выходят на красные линии, потом обстраиваются каменными какими-то флигелями, там даже, может быть, конюшнями, потом, по-моему, 70-е годы указ о том, что, не указ, а подряд о поставке кирпича для строительства каменных заборов. Три улицы, которые названы, видимо, да, как самые модные в городе, Никитская, Тверская и Ильинка, где уже и ограды надо строить из кирпича, наверное, это что-то такое сродни Собянинской реконструкции, потому что не домовладельцев просит, чтобы они так делали, а кирпич закупается нарочно, да, чтобы такая вещь имиджевая. Ну и вот, был такой советский анекдот, как американец сходил на демонстрацию, а у них там демонстрации катком разгоняют, вот, у них в Америке, да, он говорит, там, это, ваш муж там это, вернулся, там, да, я вам дверь открою, да не надо, мы под дверь подсунем, вот, вот это вот, все, что осталось от вашего мужа, было прекрасно представлено на этой схеме. А, я еще другую аллегорию знаю, симпатичнее, извините, это я зря сказал, журнал «Вокруг света» в 60-каком-то году, там, у них была прекрасная статья про короля Артура, про его какие-то, кроме мифических, какие-то зацепки, там, за него, и вот, про то, что могила короля Артура не сохранилась, потому что там, в реформацию, эти кости выкопали и раскитали, там, по округе, ничтожно, вот, но до этого монахи однажды вскрывали эту могилу и записали в хрониках, что увидели кости мужчины крупного роста и кости королевы Гвеневры, которые были прекрасны. Вот, мы видим вот какие-то там осколочки и, глядя на них, догадываемся, что, наверное, было прекрасно. это памятники, уж, уж, по окраинам Москвы, там, по тем же хамомникам, вообще, нуль информации, Китай-город, казалось, краеведами уже исползан, полтора века, там, они копошатся, но, во-первых, много территорий закрытых, во-вторых, мы реально потрясающе мало знаем. Вот, это те, я отметил, объекты, которые точно, где, да, где уже доказано, что они построены до 1703 года, сохранившиеся, Китай-город продолжают сносить кварталами, думая, что имеют дело за стройкой 19 века, там, для кого-то она много... То есть, какой-то домик, какие-то складские, купеческие, там, постройки 19 века, если бы их снесли где-то в другой части Москвы, может быть, не стоило бы так переживать, а здесь ты все время понимаешь, что там могло сидеть внутри что угодно. Вот, я, например, своими глазами видел, когда на лединке вот здесь сносили теплые ряды в конце 90-х, то здание 860-х годов, и когда бульдозеры выворотил подвал, там были своды 17 века, на тот момент цельники новгородского подворья. Сейчас, вот, из того, что мне кажется особенно интересным, фарварка, Никольский переулок, угол, вот здесь место усадьбы гостей, купеческие гости богатейшей в стране, люди, которые воины спонсировали, там стоят на углу церковь и их палаты. И вот если тут пойти, то из тех переулков, в которые там шлагбаумы, это администрация президента, и все такое, там очень мощно все было расчищено в 70-е, застроено уродливыми какими-то там внутренними корпусами. Но вот этот дом, он угловой, он вылезает на тротуар, метров на пять. И если пролистать по старым планам, то он читается, в общем, сколько этих вот страничек там хватает. Значит, наверное, можно надеяться, что палата гостей Булгаковых, вот этих легендарных, построенные, может быть, после смута, а может быть, даже при Годунове, что мы их еще когда-нибудь увидим. Вот. То есть Китай-город – это территория таких великолепных загадок. Чего еще? Ну, еще идемте дальше. Павел. Павел! Чего изгоните? Книку, например. Да. Ну вот. Значит, я тут максимально стараюсь ни на что не претендовать. Еще раз подчеркиваю, что это научная фантастика, что эти картинки нарисовал. Немножко случайно. Сначала была идея просто написать какую-то там очередную статейку для сборника архитектуры и наследства, потом статейка выросла до размеров книги, которую мы сейчас думаем, как бы ее издать. Если есть какие-то у кого-то мысли, советы, как тут книжки издаются, то, значит, вот советуйте. И я написал такую академическую часть этой книги, ну, как положено, в архитектурном наследстве со ссылочками, значит, за каждое слово отвечаю, а потом мне сказали, ну, если ты хочешь это издать тиражом больше 300 экземпляров, то нужно анекдотов туда еще. Вот. Я, значит, анекдоты, они вот там внизу на планшетах представлены с краешку, но тоже все запротоколировано и ссылками подтверждается. Некие происшествия, проходившие, происходившие на этом месте по правде. И ничего. Ничего. Книжка, книжка. Ну, вот, например, это иллюстрации, в общем, вот, как бы для этой книжки. Потом супруги Чижаковские сказали, что ты жмешься, давай мы из этого выставку сделаем, а это был повод их, наконец, нарисовать, а то я все откладывал, а тут вот дедлайн поставили, и вот мы нарисовали, а Витя Падерин это оформил в планшетах, которые внизу представлены. И эти картинки, конечно, это просто способ, повод, да, профессиональные сообщества подвинуть на дальнейшее обсуждение темы. Если вы мне скажете, что я здесь облажался очень мощно и надо нарисовать не три, а четыре окошка, я вам скажу, нет, три, у меня все ходы записаны. Вот, а вот здесь, ну, в общем, да. И это у нас сейчас Васильский спуск. Территория ныне, такое плоское футбольное поле, там иногда происходит инаугурация президентов, и концерты, и ансамбля, чилипиперс, а так там больше ничего не происходит. Вот, это тоже был квартал дико насыщенный и каменными домами, и вот этими самыми усадьбами нищих, не усадьбами, а дворами. И туда правее еще два храма стоят. Мы смотрим от Кремлевской стены, то есть предположим, что у нас здесь за подоконником окошка прячется ревизов ров, который еще в этот момент уже такой в осыпавшихся каких-то стенах, давно его там не поддерживали, но он существует, отвратительно пахнет, потому что об этом не после, вот. И там, значит, у нас водяные ворота Китай-города на месте нынешнего Москваревского ворота, ворота с двумя проездами, симметричные и Иверским. Все другие ворота Китай-города имеют одну арку, а вот здесь две дороги, которые ведут на главную в мире ярмарку, на Московский торг, и главная улица Тверская и Зеркальная Ей-Пятницкая в Замоскворечье, поэтому там ворот широкий. На этом месте, что, мне кажется, тут может быть таким свежим наблюдением для краеведов, что про то, что здесь стояла Теунская изба, это написано во всех книжках. Теунская изба, она исправительно-воспитательное заведение для священства. Священство, ну, я не хочу бросать тень, там, да, во все времена, в общем, разные у нас бывают священства. Это такая московская байка, которая повторяется, по-моему, на протяжении трехсот лет, что на Спасском мосту у Спасской башни безработные, бесприходные священники ошиваются, в городе очень много домовых церквей, особенно, например, на Варварке, и там служба, там по большим праздникам, и хозяин посылает, значит, нанять ему какого-нибудь попа, а попа уже похмелился, ну, и там много, в общем, историй с этим связаны, они эти плохо вели, и их тогда, значит, брали под рук и вели на провеж, значит, на воспитательные эти самые всякие, вот, в Теунскую избу. Прикол в том, Павел, я не помню, какая следующая картина, что Теунских избы на самом деле две, то есть, сначала он был действительно избой деревянный, потом, вот, нет, нет, еще раз назад, пожалуйста, да, мы вот сейчас смотрели, видели вот эти два здания, план связан там, с каким-то ремонтом, поэтому здесь прорисованные этажи, здесь вот так вот пятном, но они оба каменные, сначала Константин и Енинские ворота были проездными, я вот еще понимаю, когда их замуровали, видимо, где-то в середине 17 века они перестали быть проездными, может, ошибаюсь, но таможня, странно, так вот, в углу, урвана, может быть, она все-таки была построена, когда ворота еще работали, это было зданием таможни, может быть, в 16 веке она уже, это здание существовало, потом его перестраивают под Теунской Теунская изба становится Теунской палатой, въезжает в перестроенное каменное здание, потом для него строят новое здание, и оно тоже Теунская палата, потом, там очень интересно, что в конце 17 века приказы, как бешеные, как подорванные, меняют адреса, там, часть из них выселили из Кремля, и они мечутся по Китай-городу, очень трудно разобраться, каждые 5 лет почему-то они переезжают, в результате это стало сестным приказом, а то стало, ой, я забыл, называется, неважно, вот, и тоже такая, как Рустам Эврикович учит нас говорить, получается метафизика, ворота, которые когда-то были воротами, и причем, кажется, они были самыми старыми воротами Кремля на этой стороне в 14 веке, когда еще не было Спаских, когда не было смысла делать ворота крепости в месте, куда удобно подъехать, да, потому что Москву все время осаждали, поэтому ворота должны быть в болоте, в грязи, и поэтому они внизу находятся, и вот та история про штурм, скажем, Москвы-Батыем, да, видимо, это вот здесь происходило, потом эти ворота закрываются, сейчас вы помните, там вот такая вот верхушечка арки только замурована, и земли торчит, ушла вниз, и здесь появляется пыточный застенок, все ссылаются на Забелина, очень мало информации, то есть известно, что этот застенок просто упоминал, что он был, а вот как он там работал, там, что там, неизвестно, но стрельница, да, в переднюю часть башни, вот это предмостное укрепление превращается в исправительное, дознавательное учреждение, в конце улицы Варварки, здесь ее начало, там конец, там появляется государь в тюремный острог, а если Варварка, она же у нас никуда так вот не ведет напрямую, она выходит, поворачивает и Солянка, Таганка и дальше, и она становится дорогой в Сибирь, то есть, как-то так, век за веком все сходится, ну и вот, ну и вот, за стенок это деревянный острог, да, вот, там, в середине открывшихся картинок, но вы и так все знаете, что после Васнецова там есть несколько известных мастеров, которые работали на жаром жанром этих реконструкций, вопял, рябов сегодня там, ну и так далее, а Бернштейн, один из любимейших архитектурных графиков, он обычно рисовал с натурой, ну вот, у него есть несколько тоже реконструкций, по-моему, идеально, не вдаваясь в детали, и при этом очень объемно, живо и очень достоверно, вот как раз эта стрельница, кстати, построенная, мне кажется, не просто как стрельница, а как плотина, потому что такой мощный перепад между уровнями рва левизова, выше и ниже, то, наверное, это шлюз был все-таки изначально, а потом вот она, значит, стала за стенком. Очень интересная отдельная тема про судебное дело производства в 17 веке, я сейчас читаю книжку, забыл автора, американский автор, великолепное исследование по вот этому, по преступлению, наказанию в 17 веке, они пишут, что, во-первых, у нас жесткость вот эта вот вся, вот она все-таки несравнима с европейской, там было жестче, и там было больше театральности, вот эти все расправы на улицах, там, значит, это тут же расходится там на календариках, на лубках, этим любовались, вот, у нас так было так более сдержанно, но, как ни странно, казалось, да, какой-то от средневековья к гуманизму нового времени движения, 17 век намного более жесток, а причина это как отдельный такой психоз, там, да, отдельная история, тоже там мутная, но, в принципе, в 17 веке очень жесток, а Петровское время вообще тушит свет, вот, и любое какое-то судебное дело привели вас там, вот, вы пожаловались в милицию, что вот у вас там сосед, что-нибудь это самое, они говорят, сейчас разберемся и на дыбу, и соседа, и жалобщика, и всех, потому что человек иначе не скажет правды, если его на дыбу не подергать, вот, дергают до трех раз, если, сказал, что сначала, да, причем, и того, кто обвинен, и того, кто обвиняет, надо разобраться, если с трех раз изменил показания, еще три раза, вот, если что-то там такое мучит в глаза, смотрит неубедительно, значит, еще там огню, клещи, там это, все-все-все, кнут, вот, и, вот это все интересное, значит, происходило, в том числе, здесь, нет, наверное, все-таки, ну, песни, да, я просто к тому, что первая картинка, которая была, вот этот вид на эти, на Теонские палаты, красивая, такая духоподъемная, купола, палаты, все, как мы любим, а я нарисовал, а потом, я доперлась, что это вбитый застенка, что в камерах, наверное, окна были непредусмотрены, а вот сотрудники заведения, они там в обиденный перерыв, сидели там, резали колбасу и львовались с этой прекрасной панорамой. Потом, да, еще, кстати, интересно, что Сесной приказ, метафизически, он там находится, на месте Теунской избы, переезжает в XVIII веке Сесной приказ, и вот не помню фамилию автора, но очень интересная статейка на тему того, что в начале XVIII века на этом маленьком пятачке содержалось там порядка нескольких сот, до 600 арестантов, это подследственные еще, вот, потом их куда-нибудь там отправят, и государство их не кормит, их выводит попорошенчить, кто себе сколько там, нащелкает, значит, вот на Москварецкую улицу смотрят окно, и они через решетку эти колодники, кандальники, они побираются на улицу, при этом, если кто-нибудь им там не кинул монетку, они страшно, значит, матерят, и ругают снова в догонку, при этом они еще пахнут, при этом у них там нет каких-то отхожих мест, а со двора вот в ров это все стекает, 600 человек, то есть, это, в принципе, надо там за полкилометра отходить, ну, как-то люди были к всему привычнее, да, а еще их берут солдаты, связочку там на цепи, и выводят к мостам, китайгородским, кремлевским мостам, попрошайничать, чтобы они себя сами кормили, и прекрасная зарисовка из, по-моему, 730-х годов, когда двое солдат повели на цепи двух колодников на клубянке, к мосту Владимирских ворот, по дороге зашли, в трактир взяли, значит, посидели, потом, когда они сидели, там, солнышко, все хорошо, и колодники говорят, тут вот на Никитской тетках живет, у нее там тоже есть, они пошли еще у тетки догнались, в гости сходили, с этим, вот, а потом пришли обратно, залезли на китайскую стену и спать легли, значит, просыпаются, колодников нету, а по законам во всяком случае Петровского времени мощная такая деталь, когда ссыльных делегируют в Сибирь, там, куда-то, вот, Петр первый придумал, что им голову рубить, если можно их использовать на производстве, смертных казней сразу стало на порядок меньше, но пока же его там до Азова или куда-нибудь там до Урала доведешь, вот, он или сдохнет там, или сбежит куда-нибудь, вот, это была проблема, что посылают 300 человек, а доехал 20, так если солдат упустил арестанта, он просто тупо занимает его место и отбывает по его статье, вот, да, хорошая такая дисциплина действенная, ну вот, мы пошли дальше по Варварке, вот там метро, здесь, нет, нет, вот там, это вот средние ряды, а мы смотрим как бы от нижних, а вот здесь у нас церковь Варвары, иногда вот так вот что-то нарисовала, думаешь, я, кажется, перестарался, как-то слишком великолепно, но вроде так сходится, все, эта купецкая палата, она как раз вот из тех зданий, которые известны по первой вот этой послесмутной описи 626 года, стоящей в улицу, значит, она, вероятно, была построена при Годунове, раньше на этом месте находился, то есть известно, что он, гостиный двор был уже при Грозном, его там называли Панский двор, куда приезжают купцы иноземные, где останавливаются, потом здесь стали останавливаться, и, то есть это просто оптовая торговля, большие караваны, идущие из Ярославля, из Углича, из Крыма, все приезжают сюда, и это оптовая торговля, то есть это не только иностранцы, но и любые большие караваны, у него были какие-то отдельные подразделения, типа там Устюшского, Гостиного двора, но вероятно, у него все одна территория, и вот здесь вот впервые, наверное, при Годунове выстроена купецкая палата, вот, я его нарисовал такой, для 16 века свойственного лаконичника, без наличников, да, типа архаика, есть деталь, вот эта, что, а мне Мечка Жуалев говорит, что ты ставинки не рисуешь, со ставинками совсем другая картина, они же тени такие кладут, да, архитектура полностью меняется, когда есть ставинки, ставинки восстанавливают в Пскове, там это модно, а в Москве, я смог вспомнить, только, по-моему, в Новодилищем монастыре, и, конечно, этот вид меняет, но вот здесь это окно, оно, я его здесь впаял, потому что оно упомянуто в описи, что лавками его все время загораживали, и в 600, там, не помню, в каком году, они говорят, что пусть место будет за хабом, то есть лавки выступают здесь, выступают здесь, только окно не трогайте, вот, и лавки торчат на улицу, и улица кривая, с этой стороны вот у нас сохранились, церковь Варвара, английский двор, церковь Максима, если посмотреть, так кажется, что они в линию стоят, на плане видно, что они вот немножечко, вот так вот, улица была кривая, улица была раза в три уже, и еще, кроме этого, в нее все время что-нибудь вылезает, то лавки, то у церкви Варвары предел деревянный, который сюда выпущен, то есть ты, едя по ней, вот так вот все время петляешь, там какая-то прорва, народу купошится каждый день, потому что это главный рынок страны, все, что не умещалось на Красной площади, вот эти торговые ряды, они вылезали дальше, и вот не очень такой понятный кривический момент, что называть крестцом, Ильинский крестец, Варварский крестец, вроде всегда думали, что вот там вот, кварталом выше, сейчас вот на этом месте стоит гостиный двор наш, вот на том квартале, там сходилось несколько переулков, улица расступалась вширь, и прямо посредине нынешней вот проезжей части стояла церковь Иоанна на пяти улицах, вот крестец, перекресток, вот это он, а оказывается, что в тогдашних документах крестцом называют все, от Кремля и до музея имени Палат Романовых, то есть видимо вся вот территория, которая торговая, она вот вся такой протяженный вот этот вот крестец, здесь какая-то невероятная война, каждый день, вот торговые ряды, которые, про них пишут, что они выстроены нижние, средние верхи, Годуновым, ну это стройка посильнее БАМа, чтобы в конце 16 века каменных домов по Москве немного, чтобы забабахать три каменных квартала торговых рядов, это как-то великолепно, нет, все-таки Годунов видимо выстроил внешние ряды в средних и верхних, вот эти вот аркады, а внутри они наполнялись постройками на протяжении 17 века, а у меня аж часов нет, а, все, понял, да, вот, и это у нас церковь Филипп Ророк, единственное, что вот в этой картинке там в дико перестроенном виде уцелело, это на единке церковь, она стоит за каменные ограды, это новгородское подворье к этому моменту, и этот подозрительно высокий каменный корпус, это новый гостиный двор, который при Алексею Михайловича был туда расширен на едининке, он действительно гигантский, потрясающий, а вот это какие-то каменные лавки, которые, возможно, в конце 17 века существовали, парадные ворота, две башни, двое ворот, сначала, пока гостиный двор был на Варварке, Михаил Федорович выстроил вот первую башню с одним проездом, краевед, господи, Тихомиров, что ли, я забыл, где-то. Короче говоря, есть там в ранних краеведческих источниках, текст закладной доски, причем это уже полтора века после того, как эти ворота снесены, где он его списывал, он не указывает, но есть якобы закладная доска, вот этот текст с указанием даты строительства 1641, кажется, год, а вот та башня, это уже 670, это новые, еще более прекрасные породные ворота, которые смотрят на Эльинку. Я собачку вот тут нарисовал, я подумал, что Воснецов, он населяет улицы там какими-то людьми, но это отдельная работа еще рисовать этот весь эстафаж, а мы представим себе, что вот, не, одну назад, что у нас как будто сейчас раннее летнее утро, и первые прохожие или первая собачка только вышли, а остальные потом подтянули. Вот, это, когда моя улица там собиралась мощно копать прошлым летом, это все, мы вот для них сделали такую схемку, чтобы, по-моему, здорово, да, что Екатерина, расширяя Варварку, снесла всю верхную линию, и вот это великолепие храмов и палат, целая линия, которая идет здесь, такая же линия была с той стороны улицы, причем та сторона выше, и, наверное, она была еще наряднее, да, потому что вот в панораме она была важнее, и там, видимо, такой мощный культурный слой, что мы можем надеяться, что не только фундаменты, а нижние этажи зданий там сидят, то есть, может быть, мы когда-нибудь увидим на две трети сохранившуюся вот эту купецкую палату, вот это как раз вот башня, которая была в предыдущей картинке, это лавки, с этого места начинается ростовское подворье, с церковью, это конец 17 века, а вот там уже вылезали совсем на средние улицы, вот это вот Иоанна на пяти улицах, позже ставшая гастромским подворьем. Да, и следующую. Они здесь в прошлом году, по счастью, прошли неглубоким заложением, и ничего такого не потревожили, вот и линке досталось больше, а здесь все вроде как более-менее. И вот как раз-таки изгибы видно, да? Раз, раз. Может, криво посадим, что вот эти линии должны быть параллельны. Потом, опа, это сюда, это туда. Здесь это расширение, и вот этот рукав, он туда вот на церковь смотрит. Да, а это вот замечательный план, на котором все как раз видно. Старый гостиный двор, вот этот с годуновских времен, новый, гигантский, Алексей Михайлович, а вот это вот церковь видения, Златоверхово, и Ростовское подворье. Предыдущая картинка, мы смотрели вот как бы с этой стороны. Новый гостиный двор, это что-то такое легендарно, прекрасное. И тоже к вопросу, с какой Атлантидой мы имеем дело, что нету до сих пор, по крайней мере, опубликованных картинок. Там пишут в книжках, что иностранцы называли это здание самым великолепным в Москве в ту пору. А картинок нет. Аркада, вот эти все корпуса с трех сторон имеют, как сейчас гостиный двор, вот эта аркада двухъярусная, тогда был нижний этаж глухой, и два этажа с арками. А вот здесь вот ворота, и здесь корпуса, которые занимали там какие-то службы, приказы тоже, вот из Кремля там уезжали, приезжали, вот эти вот три торговые. Немецкий ряд, выходящий на улицу, вторые маленькие ворота, которые прямиком уже в средние ряды, а там посольский двор. Вот интересно, почему парадные ворота, поставленные не тупо, как мы бы сделали, на главную улицу, а уехали туда в переулок. То ли потому, что здесь слишком возня какая-то, да, люди толкаются, торгуют, и не надо здесь заезжать транспорту, поэтому убрали в переулок, тем более, что караваны идут через таможню с той стороны, и им удобно, наверное, выезжать вот так. А вдруг, потому что вот там был посольский двор, это ничем не подтверждается, но я подумал, им же в какой-то момент запретили одеваться в русское платье, и если немец выходит, чтобы шпиона было за версту видать, даже если на государевой службе, немцу нельзя, значит, здесь одеваться. И у него и так на лбу написано, а он еще в ритузах, и в общем, когда он выходит каждый раз на улицу, это там как минимум какашками закидают, неприятно. Может быть, у них был такой прямой проход, пью-пью, на работу, чтобы из посольского двора сюда бегать, но это вряд ли, это я просто так придумал. Следующее, пожалуйста, чертежи гостиного двора и куча еще великолепных памятников существуют. Вообще люди, которые работают... мы стоим на Аркадии, на том же уровне, где мы стоим сейчас, когда мы приходим в гостиный двор, с той стороны Ильинка. А башня вот эта вот, она у нас получается справа. Что? 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 А, что? Это я вот нарисовал не из головы, а это по чертежам из альбомов Бергольцы, как бы легендарная такая вещь, и кому надо, они все друг другу эту флешечку с фотографиями передают уже несколько лет, и говорят, только не пали там, не публикуй это, вот все по секрету. Потрясающие чертежи, которые хранятся в Стокгольме, и которые у нас... Их часть, которая подсоединена Петербургу, она уже и выставлялась в Эрмитаже в 60-е, кажется, годы, и вот сейчас вот вышла какая-то там дорогущая модная книжка, где петербургская часть коллекции, а московская до сих пор не опубликована. И мы через музей архитектуры пытались вести переговоры, встречались там с Аташе, у них сейчас просто в музей переезжают фонды, и они ничего не могут найти. Вот, но будет обидно, если эти картинки действительно окажутся в фейсбучике раньше, чем на выставке, как положено, да, подано и красиво. Поэтому, если они у вас есть, то вы их никому, кроме там, значит, из-под парты не показываете. Вот, а если у вас их нету, то я вот сделал, типа, прорезь. Это считается, это можно. Вот, след дующий его. Это очень похоже на аркаду гостиного двора в Архангельске. Знаменитый москвич Аверки Кириллов закончил эту стройку, он тут за неё отвечал, поехал, выстроил в Архангельске такой же, чтобы сломился. Это вот как раз то, что, прости господи, прорезь чертежа ворот. Плюс ещё описание о том, что они были максимально, да, как тогда было можно, изукрашены каменной резьбой, расписаны травами, да, и наличники разноцветные, и израсты, вот, наверное, там, в ширинках. Следующую. Это мы смотрим, вот там у нас рыбный переулок нынешний. А вот это галерейка между воротами и углом. Вот. Вот это ворота, вот это углы линьки. Тут вот очень трогательная история про то, что все знают, как Пётр Алексеевич любил вот это дело, вот, и вот, когда он открыл на Красной площади главную аптеку, это не потому, что там его кто-то там избиратель об этом просит, а ему просто очень нравится, потому что в аптеке там боярышник там, для здоровья полезно. И он, если мы смотрим, там это где-то есть внизу на площади, что вот пространство перед историческим музеем у Никольских ворот сейчас, при Петре в самые первые годы 18 века, если мы стоим лицом к воротам, то слева стоял театр, комедийная хромина, которую он построил, тоже пытаясь перевоспитать Москву, а справа аптека, и вот сюда выходит евстеостория, истерия, как по-московски, да, там у него был буфет, где подавали настойку поярочника и прочие спирты и настойки разных чинов людям. Так вот, удивительно, что это, на самом деле, придумал не Петр, а вот здесь Алексей Михайлович открыл первую, тишайшую водочную палату для водочного сиденья, вот она. Здесь были какие-то лавки, лет через 15 приставку построили, он их вычистил, и получилось такое огромное помещение, над ней, наверху, сама аптека, а это палата для водочного сиденья, вход у нее, кажется, с Ильинкой. Вот, и еще такая запись, что у этой, вот, у водочной палаты горновитая палата, там, белые и красные, там, не помню, красные и белые, разные палаты, да, в Москве, там, каждая палату должна иметь свое прилагательное, а была у нас, оказывается, и водочная, а в Кремле еще была блудничья палата, вот, это не потому, что, тоже все подумали, а потому, что в ней жил Лжедмитрий, и это место было настолько испачканное, что спустя сто лет, так сказать, великолепное дворцовое здание, а в нем какие-то размещают, каких-то дворников, там, иконописцев, не поймут чего, и говорят, блудничьи палаты, не ходите туда, вот, и, да, и запись о том, что после этого они здесь строят, там, вот, для этого, для водочного сидения и каменную решетку, что такое каменная решетка, стена, забор, а что такое решетка, каменная, не очень понятно, вот, и у меня была первая мысль, ух ты, тут, наверное, водочное сидение, а тут огороженные, столики на тротуаре, как мы любим, может быть, уже тогда, но не так романтично, наверное, вот это те решетки деревянные, которые тоже там Воснецов рисовал, которыми на ночь запирали улицы, чтобы там не шарились, каждая улица запирается деревянной, как у нас сгородкой, и там стрельцы ночью караулили, что, может быть, и линка была настолько, как говорят, статусная, потому что, кстати, вот здесь именно у аптеки появилось первое каменное мощение в 1719 году, не знаю, первое ли, но одно из первых, и, видимо, что они вот эту решетку здесь заменили на каменную, аналогов нету, Павел, Леночку, пожалуйста, поэтому я нарисовал просто, как некую какую-то каменную ограду с воротами, и две церкви, а, стой, нет, назад, вот тут еще в кадры попадают Пятницкая и Дмитриевская церкви, очень интересно вот это, потому что она стоит на лавках, верхний этаж церкви, вот он контуром нарисован, а внизу идут лавки, в принципе, так нигде не принято, а в Китай-городе так было несколько раз, когда церковь ставится над вот этим церковем, да, ну вот, не знаю, насколько фантастика, вот этот угол, он там внизу на планшете есть, он нарисован тоже у Бергольца, с огромным порталом в уровне второго этажа, а над порталом в уровне третьего этажа пустой лоб, куда как раз вот такая вот крыльичная бочка, по идее, вмещается, причем, если бы это была просто бочка с потолком, то портал бы не вписался, поэтому я нарисовал бочку круглую, ну, отсюда не видно, но она пустая внутри, в деревянной архитектории есть только один аналог, сохранившийся на фотографиях, и церковь в Танинском под Москве, она имеет пустые бочки, такая красивая вещь, может быть, и у Бергольца в 18 веке крыльца уже нет, но если оно вот не оставило по себе никаких следов, то, может быть, оно было деревянным, а здесь на чертежах есть каменное крыльцо Дмитриевской церкви, а ровно напротив нее получается крыльцо Благовещенской церкви, прям такая, какая-то, да, история из нескольких лестниц, предположим, что здесь это Саграда, вот то палаты Троицкого подворья, каменные уже в начале 16 века, эту подворь называли Стряпчим, потому что это лавра, и она имела нормальное подворье там с хоромами, с храмами, как маленький целый отдельный монастырь на месте дворца съездов, а здесь именно Стряпчая, которая обслуживала, но тоже палаты, видимо, были богатые, там вот виднеется Благовещенский монастырь, туда у нас уходит Благовещенский переулок, вот та вот башенка с орлом, наверное, она может быть дальше, но, видимо, отсюда это печатный двор, а вот эта церковь справа, это наша, вот, значит, наша драма и наше общее позорище, это раскопки прошлого года на Биржевой площади. Вот, если вы помните, что, значит, сначала приехал эскаватор, начал копать, потом в прошлом году моя улица раза четыре вскрывала 16-й век ковшами, не 17-й даже, а 16-й, и не какая-то фундаментная кладка, а вот именно целые подземные объекты с этажами, дважды ломали какие-то городскую стену с вот этими камерами с вотчистыми внутренними и трапезная церковь Срединского монастыря на Большой Лубянке. Потом они, значит, вот точно так же заскрижетал ковш об эту церковь. Это, конечно, фантастика, что удалось работу притормозить. Моя улица это такой слон, который, в общем, трудно им очень перечить. Дали покопать, но это такое же барство, удивительно повторяется история. Когда строили дворец съездов, юный академик Векслер вспоминал, что он сидел в этом котловане, и у археологов же чем меньше времени, тем более нервная обстановка, потому что они выходят на домонгольские слои, а срок заканчивается. Они же не могут в 16 век запулить лопатой, чтобы там посмотреть Долгоруково. Не могут. Но пока они дошли до Долгорукова, то есть в случае с дворцом съездов там очень интересно на схеме вот такой скажем план котлована дворца съездов и вот такой раскопанный квадратик. А там женская половина государева двора и детинец Юлия Долгорукова. И когда они на маленьком этом квадратике дошли до 12 века, то говорят просто подошел красноараминец и сказал из окна Машеку надоели. Это был 60 какой-то год, сейчас у нас повторилась абсолютно та же история, что когда археологи вышли на 12 век в Китай городе, когда пошли эти вятические височные кольца и какая-то такая фантастика, а думали, что может быть здесь еще были огороды и уже нашли город. Значит вот этот фонтан, я вот до сих пор не могу понять что произошло на самом деле, те кто там сверху командовали чего они думали, почему команда очистить к черту котлован была дана в день археолога, такой порядок унижения, что пошли вон все отсюда, а люди, которые там копали, никто не приковал себя наручниками, не облил керосином, но не потому что там зарплату потерять, потому что люди говорят, ну блин, какие-то проекты, работы, просто не будешь больше никогда в Москве копать, если поругаешься с кем мне надо угасывать, такая обычная история, да, вот, 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 и потом прошел еще месяц, за который, когда ничего не происходило, за который все бы успели докопать нормально, их туда не пускали, а потом приехал бульдозер и все срыл, и вот кроме культурного слоя, дико обидно, что церковь, значит, а там же еще у нас такая, знаете, нестыковка, археологи отдельно, а в сектор отдельно, ученые люди где-то там, церковные историки вообще ни с кем общаться не желают, и сколько было случаев, когда вот нужна какая-то помощь коллег по цеху там из другого крыла, а оказывается они все знали, да к нам не рассказывали, что я там ходил к археологам, говорю, а чего, ну, они раскопали эти камни, они их померили, но только архитектор может понять, что же это было, вот, а не приходили реставраторы, они говорят, пусть приходят, нам жалко что ли, звоните реставраторам, говорят, выходили, они говорят, ну, нас не приглашали, вот, и как-то вот, пока удалось их свести, великолепный Георгий Евдокимов пришел в последний день перед тем, как всех прогнали, вот, успел бы, он бы там, я уверен, сейчас бы мы ее имели вообще как живую, он великий, вот, но он посмотрел так быстро, и он сказал, что, во-первых, это единственная в Москве раскопанная Грозненская церковь, не на уровне хлама и трухи, а имеющая, да, не фундамент, а нижний этаж, подарок такой, во-вторых, подарок в том, что это пустая площадь, и здесь можно музеифицировать, что угодно делать, огромный простор для творчества, в-третьих, что она имела нижний, потому что это Китай-город, складской, какой-то вот под клет, а у нас есть единственный аналог церковь в подмосковном селе Синьковье, которая была-то в объетках, а в 80-е годы ее там что-то на гараже растащили, вот, и ковремахер успел ее чуть-чуть посмотреть, и есть его реконструкция, мы, значит, взяли ее с аналога, он нарисовал вот с тремя очленениями, причем несимметричные, вот это вот прятка меньше, большая апсида, и Георгий подсказал, что размер для таких храмов стандартный, там, типа, около 9 на 9 метров, вот, здесь в котловане была, только если вы помните, лестница, великолепно сохранившаяся вниз стены, мишечки в них арочные, и вот эти доставки галереи, и я взял на себя наглость, так сказать, да, не будучи посвященным, прикинуть, но, по-моему, никто все равно этим не занимается, из тех, кто копал, известно еще, чтобы церковь была двухпредельная, но апсиды предела не прочитались, их вот здесь вот не было видно, здесь была стена, и следы сводика, но, может быть, просто предел находился выше, да, и апсида находилась во втором уровне, галерика очень узкая, такая маленькая, она в основе, столбовала у нее современной церкви, апсид здоровенный, вот здесь очень широкий еще вот притвор справа, то есть, не просто там, где река, палата там, не знаю, ну, вот как-то так, ни на что не претендую, но мне кажется, что хотя бы в общих объемах себе можно представить, так вот, да, да, а вот, это, мне потом ребята помогли там это, ее, фотошопом немножко затонировать, все так сливается без заднего и переднего плана, но получается, что мы видим, какую страну про это самое, да, согласитесь, ничего нету, единственное, что вообще осталось только Спасская башня, слава Богу, Кремля, а все остальное, мы даже его нарисованного толком не имеем, да, фантазируем, а блин, прошло меньше 300 лет, все вот эти вертикали стоят по линии переулков Богоявленского и Рыбного сейчас, а тогда они назывались улицами, Богоявленская и Веденская, то есть, статусная, условно, какая-то колокольня церкви Ведения Золотоглавого, церковь Пятницкая, церковь Солунская, вот эта, которая стоит на торговой, на какой-то Аркаде, кажется, есть такой очень условный чертеж начала XVIII века, в котором видно, что она многоглавая, предположим, что пять голов, это ворота гостиного двора здоровенные, а это вот эти стряпческие, троицкие палаты, ну и как-то так, а там внизу на картинке, вот тут конура, а там вот я потом нарисовал собачку, она уже вышла потом оттуда, и она смотрит туда, через эти ворота, и удивляется, потому что по улице идет голый мужик, это известная такая история, или не очень известная, что нет, это мое собственное открытие, почему говорят уйти в запой, почему они не уплывают, не что-нибудь еще, а вот уходят ногами, потому что он там, легендарный кабак под пушкой на Красной площади, потом еще ряд заведений, моросейка, покровка, и до сих пор честно, знаете, держит планочку, и в советские годы вермудский треугольник, вы помните это здесь, и дальше по этой линии туда в разгуляй, а там немецкие кабаки, а в городе, вот как сейчас, то до девяти, то до одиннадцати, там все время, как будто прыгает, и сухой закон, и вот то включают, то выключают, а в немецких кабаках на разгуляй всегда, и поэтому вот иностранцы свидетельствуют, что если кому пришла, а кота, вот это вот самое, там и с девочками, то он прощается с родственниками, отдает какие-то распоряжения там важные, и уходит на пару недель, ну у кого сколько там здоровья хватит, а обратно, в те счастливые времена, можно было бармену поставлять все, что угодно, там за протянок, поэтому, сорвав куст крапивы, и вот просто, это природные фотографии, есть свидетельства, как они идут, а народ выходит, иностранцы смотрят, и зубную, фу, какая гадость, а москвичи выходят, и аплодируют, даже живой, вернулся, слава богу. Вот, следующее, вот это у нас биржевая площадь, вот здесь, это вот несчастная церковь, и дальше, Багилевский переулок, узнаваемая картинка, хотя дома, кроме собора, пожалуй, все изменились, картинка очень узнаваемая. Вот видите, два сделок невзрачных домика, вдруг заинтересовали, специальных работ на эту тему тоже нет, дико интересная тема, что патриарх Иоаким, раннепетровское время, не помню, 670-80 какой-то год, вот, он распорядился для соборных певчих, а это профессионалы самого высокого уровня, на которых в Кремле поют, любимые его артисты, российской эстрады, знаменитости, для них выстроить, персонально каменную слободку, каменные дома, их тогда уже не в такой редкости, там, как в середине века, но это все равно элитка, вот, и вот 33 двора, там, такой котежный поселок фактически, типовой, то есть это вот до основания Петербурга, это первый какой-то типовой проект, вообще уникальное явление, 33 двора, обозначены размеры, арочки, которые ведут, то есть это очень похоже на монастырские кельни, да, вот такие типовые кельники, но при этом под сенями проезды во дворы, значит, поскольку они люди там не монахи, а семейные, у них там собственные какие-то маленькие огородики, у каждой свои воротики, вот немножко трудно представить, как это выглядело, следующая, тут вот видно пристройки деревянные, вот это, да, по идее это всегда означает ретиранда, сеней, позади нее там гальюны, вот это вот, чуланчики какие-то, а вот они идут, это Богоявленский переулок, вот то ветошный, и это место, где сейчас вот этот вот несчастный пустырь, после того, как любимая Елена Батурина раскатала, значит, здесь целый квартал, фирма Интека, в смысле, здесь собиралась строить гостиницу, и до сих пор там, слава богу, ничего не происходит, но археологи немножко поковырялись, и вот, значит, действительно, если старожилы помнят, что вот когда старые торговые ряды еще существовали, там было потрясающее место, где очень часто снимали кино, с чугунными галереями, с лестницами, сохранившимися в них, это вот было как раз вот на этой линии, и вот здесь эти вот, кажется, что это чуланчики, а вообще вообще похоже, действительно, на схожие места, но я подумал, что если это действительно, просто вот, это вот самое, то тогда получается, что лестница на второй этаж, дома двухэтажные, лестница должна быть внутри, в 17 веке внутренней лестнице это еще не принято, и возможно, они к этому моменту законопатили вот эти проезды, и туда поместили лестницы, мне кажется, логично думать, что вот здесь лестницы на двор, были сначала деревянные здесь, а вот, не знаю, технически трудно, по идее, синие, и сзади к ним примыкает сортира, там яма выгребная, а если под сенями проезд, где же тогда яма? Вот здесь должен быть как раз, вот должна быть третератка, а вот здесь должно быть это самое, ну вот я тут условно, так наметнул на проезд, может у них эти, во дворе стояли эти, ну вот как на даче, там нормально, как у всех, ну просто здорово, да? Целая линия таких крылечек, они утром выходят, певчие, там очень красивые записи в московских криминальных хрониках, как они отдыхали, у меня там внизу на планшете есть, когда певчий диак, очень высокая должность, приходит в гости на проспект Мира к основателю русского театра, забыл фамилию, там легендарная личность, и их бабы начинают, значит, друг другу там рожи царапать и громить посуду, а потом они в отделении милиции составляют там протокол, кокошник золотой, жемчугом шиты 7 рублей, творческие люди, а здесь живет не менее творческий человек, забыл фамилию, при Петре в 720-е годы был новогородский митрополит, который вот эту установку, что всем теперь давать ассамблею, понял настолько буквально, что как бы устроил такой ассамблею, что его потом на сладкие заслали, вот, и какая-то он ванну себе, там комнату какую-то голландскую, удивительную обустроил, в шахматы играл, и других принуждал играть в шахматы, причем по ночам, а чтобы ему после шахматы, значит, не мешали отсыпаться, колокола продал все с колоколья, вот, и, а этот котик, он тоже, не случайный котик, потому что это копали, дело после сноса теплых рядов, я копал, и этот отчет есть, но он, как мне сказали, что тираж, что-то там до сих пор не продан, где-то лежит, в интернете не найти, там этих, подвесчиков, а мне показывали, мне запомнилось, здесь я не путаю, но мне запомнилось, изба деревянная, да, ну, что-нибудь там, короче, дом сгорел, рухнуло, и вот в завале нижняя такая часть двери осталась, да, там, не сгоревшая, вот такая доска, она сверху огарочком, а снизу окошечко, чтобы котик ходил туда, вот, вот, и красиво, что, если на план посмотрите, ровно на Успенский собор смотрит, трудится, что, следующую? А, да, вот, ну, тут уже коротко, да, это, это черновик, первые пешеходы, там, вот, ну, здесь просто занятно, что это угол Боеговленского и Никольский, у нас получается, что, там, может быть, будет дальше картинка, что Боеговленский монастырь, от которого сейчас, вот, как бы остался собор, и там очень сильно перестроенные пару, там, акелельных домиков, что он занимал огромную территорию, что сначала он имел один двор с собором, потом в 17 веке, там, какие-то, там, князья-боярь ему подарили второе свое владение, у него появился выход на Никольскую улицу, сначала, кстати, здесь ручеек протекал, то есть, это вот не просто выход из монастыря, можно представить, да, что там в 14-15 веке здесь был какой-то овражек, речка, и, почему переулок лег именно на это место, вот, есть три основных улицы, а вот эта вот параллельная разбивка этих вот переулоков между ними, она там вся чем-то тоже оправдана, и второй двор появился, то есть, одни святые ворота, и вторые уже на внутренний двор, в 18 веке здесь построена такая барочная колокольненькая, но, наверное, она была и раньше, башню я эту тупо срисовал отсюда сюда, потому что есть у них такая удивительная башня, она такая странная, что даже трудно ее датировать, может, она часовней была там одновременно, колокольненькой, но вот это известно, и кажется, что на парадном углу могла быть какая-то подобная, и тогда была честно такая картинка, торговые ряды, Никольские ворота, Казанский собор, аптека Петровская и прежний собор Заиконоспасского монастыря. Вот, ныне существующие теплые ряды уже выстроены, а вот здесь монастырский доходный дом его еще нет, и вот я прям даже не знаю, какая-то очень странная башня, ну и ладно. Мы к концу подходим, а, ну да, подходим, но вот это, конечно, самое потрясающее, когда вот сам, нарисовал и удивился, извините, я не нарочно, но все ходы записаны. Вот тут у нас стоит гостиница, как ее, Метрополь, Метрополь, вот здесь стоит. Тут памятник Свердлова, там метро справа. И вот этот вот отрезок Китогорусской стенки, который сохранился, и вот это сохранившийся домик, сохранившийся часть печатного двора. А здесь сейчас какие-то там дома, дома нагромождения, какие-то просто стены, это бывший вот этот вот славянский базар, да, базар, ресторан. На этом месте стояли палаты князя Воротынского. Он какой-то очень доверенный человек, Алексей Михайлович, советник, дальний родственник и так далее. Такой, ну, может, не очень знаменитый фольклорий имя, но, в общем, большой человек. И его здание, он выстроил эти палаты, ломовые, трехэтажные, как минимум, и помер. И потом владела его вдова, бояриня, а потом она Шереметьеву продала, и на рубеже веков он перестроил, и больше это здание известно, как один из первых, именно европейских, петровских дворцов, потому что он по Никольской улице выстроил ограду с цепями, со специальной площадкой для смотрения фейерверков у него во дворе прохожими там жителями. Но в описях есть план этого дома по трём этажам, указана его высота, и я не знаю, может, нет картинки, но, в общем, есть ли у дома такой бешено сложный план, а вдруг есть парень, о-о-о, вот что это за ерунда, вот это вот зачем? Ну, это много таких в общем вопросов, то есть, наверное, он перестраивал в основе, наверное, сидел какой-то более старый дом, но всё равно, первый этаж, бог с ним, а вот этот второй, но опять же, там должна быть гостиная зона, да, зона там какая-нибудь ещё, тут чёрт ногу сломит, зачем, как этот дом, да, как понять, как он устроен. Два парадных хода, третий задний, четвёртый задний, баню вот эту пунктирую нарисованную, вот, и кажется, что единственный этому аналог, это, в общем-то, Коломенский дворец деревянный, что это его уменьшенный, настолько же абсурдный, великолепный городской вариант. Ведь Коломенский дворец, он такой вот, чтобы там, а жупты спросил, чтобы никто не догадался, какой-то абсурд, да, сочетание частей, которые не могут сочетаться, но вот, чтобы всех удивить. И вот, если из этого исходить, а какой крышей, насколько скатов, может быть перестроено такое здание? Там, убьёшься же, его перекрывать, и убьёшься, потом снег подметать, там, зимой, и всё такое. Это, мне кажется, может быть оправдано, только если здесь существовали какие-то башни, отдельные, да, объёмы в четвёртом этаже, и между ними переходы. И даже не как в Коломенском, а скорее как в палатах Голицына, которые на 10 лет спустя были построены на другом берегу Неглинки, на месте нынешней думы. Там тоже картинки нету, но по описаниям, там какие-то удивительные этажи, ярусы, переходы. На этих, открытая терраса, на ней стоит спаленка князя, такой, да, отдельный домичек, который стоит вот где-то там на террасе. А тут стоит полотняная палата. Что за полотняная палата? Там палаточку разбил, там гости приехали. Нет, они каждый год закупают холсты, её перекрывать, это какая-то часть замысла, да, не случайная вещь. Вот. И есть... А я потом как-то подумал, что когда смотришь там эти мультфильмы, мультфильмы советские, когда они рисуют 17-й век, не хочу там я быть, этой боярине, я хочу, чтобы вообще... Вот. И кажется, ну там, ну вернули. Вот все самые дурацкие иллюстрации Конько как Рыбунько, они близки к истине, видимо, да? Только не вся Москва была такая, как у Кудрявцева, но где-то случалось. И вот, что там дальше, я не помню. А, ну вот это я просто пытался прикинуть, как же там кровли-то могут сидеть по-разному, и как ни крути, выходит, что должны быть очень интересные гульбища с видом на Неглинку, там же просто речная долина широкая, там очень красиво, до трубы, до самотёки. Пульт что-нибудь нашёлся? Нашёлся пульт? Нет. Ну вот, тоже такая вещь, кажется, завиральная, но вот эти три этажа на плане у нас оконные проёмы расставлены. Наличнички я им нарисовал балдыку. Скажем, что вот здесь наличнички, а перед ними галерея на столбах, факт, что крыльцо такое, и сюда вот гилька умещается, тоже факт. А вот вешний, четвёртый этаж, вот я его там уже посадил как мог, выглядит слишком, может быть, кудряво, но я вам скажу, что можно ещё в сто раз кудрявино рисовать. Пойди, знай, там, это, что они себе по утрам думали, вот, и выходит, значит, Воротынский, он умер, он умер, выходит княгиня, а с той стороны стоит Голицына, а он себя, он срисовывал, он позже, но построил ещё лучше. Они такие. А вот ещё, палаты, что, что, нормально, всё уже заканчиваем. Нет, просто, скажем, палаты Сверчковых, да, на Покровке, и палаты Голицына, к тревоколенном переулке, вот, есть этот домик, есть этот, а если по карте посмотреть, у них выходы парадные, смотрят друг напротив друга. Ну, там метров четыреста, я не помню, но если он утром выходит, он так, они видят друг друга, вот, а здесь тоже. вот, это Голицын, он утром, значит, пьёт кофе, глядя, и видит вот так, а она, в свою очередь, вот так. И вот, что потрясающее, что нету, ни картинок, ни мыслей на этот счёт, да, вот это вот, долина Негинки, между Никольской и Охотным рядом, то есть, похоже, что там был какой-то супер европейского уровня, потрясающий архитектурный ансамбль, о котором мы не имеем никакой информации, ни одной картинки, потому что только его построили, и тут же двор уехал, и тут же всех в тюрьму посадили, и Голицынский дворец, вот только нововыстроенный, вон он там, да, с кучей этих верхних комнат и переходов, там же убьёшься, убирать пыль ты даже, и вот за ним присматривать. Очень смешно, что Голицына арестовали, сослали на север, а его дворец подарили, я не помню, это была Аниксия, или как-то там это, иначе называется, что Грузия как раз там это, договорились, и грузинскому царю отдают этот дворец, а он, ну, не богатый, он царь, там, Вахтанг, я не помню, или, извините, забыл, Арчил, да, дай ему здоровье, что это сказал? Ну, в общем, он приезжает там со своей семьёй, ему говорят, вот вам дворец там, 128 комнат, живите, он говорит, ай, а у меня вот там протекло, здесь, здесь вот уже, значит, уже сгорела половина, и княгиня моей, она в церковь ходит, у неё там отдельная, значит, палатка для того, чтобы княгиня наблюдала службу снаружи в особые дни, там, что-то интересное, но там же потолок нагло упадает, и он пишет всё время эти письма в посольский приказ, а они там, пиу-пиу, пятая кошка, пятая кошка, вот, и потом проходит несколько лет, и такая явно почёсывая пузо, я пишу, а грузинский царь крыш кроет на свои деньги, и несколько пожаров подряд, и всё, к 710 году уже ничего не остаётся, Менщиков уехал, и всё закончилось. Это дворец Воротынского, да, предположительно, это одна, существующая ныне, рядом с ней, вторая церковь на Тяжевском подворье, это школьные палаты при печатном дворе, были ещё вторые, вот это нынешние, да, башня печатного двора, надвратная церковь Багавленского монастыря, собор, старый собор, этот, Никола, большая голова, Никола, греческого монастыря, здесь сейчас проход от метро на Никольскую, мы помним, что здесь всё было снесено, отсюда, досюда, да, и что эта стена восстановилась в 90-е, но нынешний проход устроен на том месте, где были водяные ворота, изначально, а вот через эту арочку вытекает ручьёк, который, по руслу которого Багавленский, она, по-моему, даже сохранилась, всё можно найти, башня ресторанная, законоспанский келья и коллегиум, он будет на следующей картинке, а здесь получается у нас это Моисеевский монастырь, условно так показанный, да, как будто в разрезе Воскресенский мост, палаты Долгорукова с церковью собственной на углу нынешней Тверской улицы, вот там, где она начинается, на самом деле Тверская улица начинается вот здесь, вот здесь, вот где-то она начинается, да, всё на трассе, Голицын и его собственная церковь в Пороскеве Пятнице, второй ряд палат между дворцом и церковью, служебных у него, у него кухоньки, конюшенки, оружейные палаты, всё располагалось в двухэтажных зданиях, которые в любом другом конце города считались бы дворцами, ворота с башней, с всадником на прапоре, значит, жестяным, вот там вот, и дальше забыл дворец, кого ещё, на месте Дома Союза в 690-е годы, а, это Тройкуров, да, там ещё одни палаты, и церковь Анны, где сейчас выход из метро, где начинается Дмитровка, вообще, ну вот, да, а, вот, предыдущая картинка, а это мы просто повернули голову и смотрим дальше, вот водяные ворота, про которые я говорю, здесь сейчас вот выход из метро Площадь Революции, и вот туда мы пошли к Никольской, да, по ступенечкам, вот эта башня, как бы, существует, но она выстроена в 90-е, причём, совершенно не попадая в размеры исторической башни, но она в том же месте, собор, занятно, что нынешний собор Петровского имени вот стоит на этом же месте, но его башня вот эта, она смещена, то есть, вот она вот здесь сейчас находится по оси, раньше, как бы, пятиглавие стояло чуть-чуть правее Василия Валерина, сюда видела, вот это вот коллегиум, тоже великолепное здание, построенное для вот этой Академии Ломановской в 600, не помню, 70-е или 80-е годы, и вот известно, только есть план, есть восторженные отзывы иностранцев, и есть намёк на то, что там была восьмеряковая башня с балясинами, точёными, и со звонком, со звонком, которым студент Ломоносов созывал в дни своего дежурства, значит, как бы коллег в столовку, вот, ну, мне уже даже надоело рассказывать, это вот, слишком всё красиво, тем больше, это я отсканировал черновик, а его надо исправить, значит, это мы смотрим от Балчуга через Москварево, это панорама заряди, вот там, где у нас сейчас парк, и существует раз, два, и вот справа церковь Георгия, а, и вот эта церковь строится в Никитниках, верхняя терраса Варварки, которая вся снесена при Екатерине, застроена высокими, без силуэтов административными зданиями уже позже, то есть там у нас сейчас глухая такая линия, а вон мы видим колокольную церкви Николы Красный Звон, там же ещё должна быть колокольная церковь Словецкого Подворья, а вот это воскресенье в Балгалке, ну, я нарисовал вот так вот тупо, а тут приходит коллега Фролов и говорит, я бумажку нашёл в архиве, у нас ещё кучи, Кованого, есть архивные документы, что, Александр, ваше здоровье, спасибо, вот что, что оказывается, церковь была одиннадцатеглавой, как это, у всех нормальных пять, вот, я говорю, проверьте, может быть, вы ошиблись, вот, а потом стали смотреть, Павел, а, ой, это панорама Мейерберга и вот эта вот штука посередине, но ведь явно она не пятиглавая, она так условно нарисована, но больше, на этом месте стоит Знаменский собор сейчас, но это за 10 лет до его строительства, то есть, похоже, что действительно не в раке, что вот самая верхняя, здесь посередине церковь воскресенье в Волгахе была одиннадцатеглавой, для Петровского времени это можно себе представить, а она выстроена либо перед смутой, либо сразу после неё, и это вот что-то удивительное, ну и вот Никола мокрый, ну и всё такое, всё такое, вот, а эта картинка, которую я тоже не насканировал, внизу она уже в новом варианте, а этот вариант, который я нарисовал в 95-м году, когда у меня была студенческая курсовая работа, и для Игоря Андреевича Бондаренко, и сейчас у меня есть возможность её как бы было поправить, вот за последние 20 лет очень много появилось информации, я не умею работать в архивах, я собрал только то, что уже опубликовано, но раскиданно по разным источникам, и получается, что вот здесь странно, деревянный город, огородики, посередине стоят не просто палаты, а баба, палаты, флигрии, ворота между ними, это намёк на то, что улица-то уже должна быть европейская, ровная, и действительно, потом оказалось, здесь палаты Шорина, там церковь Булгаковых, которая, значит, двухэтажная и одиннадцатеглавая, она получается гораздо ярче, к ней примыкает палата Булгаковых, мы их там, да, крышу видим сзади, палаты Твердиковых, Соловецкое подворье, то есть всё мощнейшее, насыщенное каменными домами. Я здесь не всё пересчитал, усадьбу Романовых, которая потом стала монастырём, и мы сейчас имеем вот эти палаты, они были второстепенны, видимо, какой-то служебной постройки, а главный палат Романовых, вот это, их собственная церковь, там вот внизу на планшете уже исправлено. Вот этот пацан на Лихольске был? Нет, задний, это задний, на передний я, как бы, постеснялся замахнуться, там, наверное, ещё как-то интереснее. С другой стороны, там тупо улица, а здесь вот этот вид на Неглинку. Балконы, наверное, всё-таки скорее все в основном в эту сторону должны смотреть по логике. Иностранцы пишут, москвичи совести не знают вообще, вообще облик человеческий потеряли, из кабаков выползают на четвереньках даже женщины. Ну, одна гадина не пройдёт мимо церкви 28 раз, не перекрестившись. Они же врут всё, это же иностранцы, им же нельзя, конечно, доверять таким источникам, но других нету. Кажется, Богоявленский, вот у него вот эти вот очень интересные записи об истории Мещанской слободы, конечно, там все архивы, на самом деле, мышь съели, в 812-м там всё сгорело, что-то ещё не найдено, но вот по Мещанской слободе краевед Богоявленский в начале 20-го века собрал очень много материала и он прям там в преамбуле пишет, что вы извините, я не собирался вам тут очернять Россию, вот, ну это же просто ужас, что творится, потому что это милицейские протоколы, а у нас нет другой информации. Люди вышли на улицу и стали раздавать детям воздушные шарики, это не попадает в хроники, а их кто-нибудь кого-нибудь палец откусил, то вот мы об этом знаем, но мы же не должны думать, что они только этим занимались. Муж жалуется участковому на жену, говорит, очень страдаю от зубного еденья, топором бы замахивалась и всего и сгрызла, это правда? Вот церковь Варвары и вот здесь вот виден предельчик у неё, вначале он был во всяком случае деревянный, ой, а была такая потрясающая женщина Инесса Ивановна Казакевич, которая занималась реставрацией всех вот этих дел в 20 веке, которая там в последний путь провожала и зарядье, и китайгородскую стену, делая там обмеры вот в 50-е годы перед сносом. И когда я там имел честь с ней немножко пообщаться, она уже была такая, прям черепаха тортил, такая, великолепная, и говоришь там, а вот это, а вот то, вот это. Здесь вот палаты, нет, вот этот, денежный двор, который был еще при Грозном основан, и там тоже что-то такое было интересное. Она говорит, о, да, какие-нибудь сводики замечательные. Я говорю, Инна Саванна, это исчезло по документам в 19 веке, но вы молодежь, много вы не знаете, а когда сносили какие-то тухлые вот эти поздние дома здесь вот, при строительстве России, она единственная, кто видела там те самые сводики, но это нигде не запротоколировано со слов. Между прочим, здесь такой мощный вот этот склон, да, может быть там еще что-то тоже найдется, вот, а потом говорит, а потом говорит, церковь Варвары, здесь она нарисована еще до казаковской перестройки, да, сейчас классическая такая правильная церковь, она была итальянской и лет уж что там 10-15 назад откопали вот этот вот Оливизовский, да, Рустам, Оливизовский же, подклет под этим храмом белокаменный и опять же не фундаменты, а вот просто полный этаж только своды разобранный, вот, ну и все так, ух ты, я ей там позвонил, говорю, а вы слыхали? Она говорит, господи, только вы, наверное, не знали, что он там мы когда эту церковь исследовали, там было видно, что вот туда этот подвал вниз уходит, просто он был засыпан, я говорю, хорошо, он был засыпан, но вы же не знали, что она кажется вот так, так и вот так, что в Петровском монастыре Оливизовский собор он вот так и вот так, а здесь вот так вот на угол квадратиком. Она говорит, Саша, вы меня просто огорчаете. У нее, кажется, есть икона, не знаю, как она к ней попала, где случайно даться ее слов, где святая Варвара держит в руке вот эту церковь и икона, нарисованная до перестройки, все же понятно. Я говорю, а что же вы никому не показывали? Я не спрашивал, и где это сейчас все? А потом люди, у которых родственники работают в московских архивах, они говорят, блин, там еще такие килограммы. Я говорю, а я готов любые деньги заплатить, пусть они что-нибудь найдут. Они говорят, да нет, им не нужны деньги, это же библиотекарь, им не интересно это вот просто, если он что-нибудь сам найдет, он захочет, покажет, не захочет, нет. Ну и все. Спасибо.